Но нервы сами по себе, это грубое тело. Нервы сами зависят, нервная система самозависит от психической системы. Там идет прямая связь. Вот нервы умирают, а психика человека остается жить. Она не умирает. Вы скажете, ну где доказательства? Доказательства есть даже уже в современной науке. Например, есть такой доктор наук, профессор Моуди. Он работал в реанимации, кардиохирург. И он оперировал людей, которые были на грани смерти. Многие люди впадали в состояние клинической смерти. И в это время начинался его эксперимент. То есть он ставил везде видеодатчики, аудиодатчики, синхронизировал время. Смотрел на кардиограф, что происходит. И когда на кардиографе была прямая линия, согласно современной медицине, человек не должен ни думать, ни помнить ничего. Но в это время примерно 30 человек из тех 30% людей, которые испытали это состояние, описывали вид сверху. Что они все видели. Что происходит. О чем говорят хирурги. Не то, что слышали, а видели. И даже описывали, как одеты были эти все люди. Это означает, что они отделились от того тела, в котором они находились. То есть тонкое психическое тело вышло наружу. Ну, чтобы вы не думали, что я такой фантазер. Что вот это все сочиняю, сочиняю. Кроме того, следует знать, что древняя медицина и древняя вообще психология, она учила людей понимать, как действует психическое тело, глядя просто на человека. Я пользуюсь этими знаниями. Поэтому не удивляйтесь, если я буду говорить больше, чем вы мне сказали сразу, заранее. И считаю, что нет смысла даже от человека говорить, если ты ничего не видишь в нем. Это просто домыслы и эксперимент какой-то опасный. А если ты видишь, что происходит, уже легче решать вопрос. Ну, это, конечно, вызывает определенную критику в мой адрес. Каждый выбирает сам свой путь. Есть путь классической психологии. Там все основывается на опросе. Есть вот такая психология, в которой жизненная, как бы, ценность жизненного опыта имеет большее значение. Часто люди выбирают просто друзей, которые им советуют, потому что они их знают, как личности. Советы дают близкие люди, потому что они больше тебя знают, чем чужие. Даже профессионалы. То есть, есть всегда два полярности в знании. Есть теория, теоретическое такое знание. Оно полезно тоже. И знание внутреннего опыта. И оно тоже полезно. Должна быть какая-то гармония. Так вот, это знание внутреннего опыта, оно напрямую контактирует с тонким телом ума, с психикой человека. Там есть свои функции, свое строение. И характер, он находится как раз внутри психики человека, тонкого тела ума. Там же находится зона, которая связана с памятью, идущей из прошлого. Допустим, я, допустим, сказал человеку, у вас сейчас хороший период, мужчина. Мне задавал вопрос по поводу деятельности. Но плохой период в плане личной жизни, то есть, идут напряг. То есть, есть периоды определенной жизни. Это связано с нашим прошлым. Определенная сила выходит из глубины сознания, и она начинает взаимодействовать с силой времени. В результате у нас наступает определенная фаза жизни. У кого-то хорошая, у кого-то плохая. И все время постоянно это все меняется, вызывая испытания в нашей жизни. Что же такое характер? Характер — это когда человек способен с помощью знаний или внутреннего опыта какого-то, с прошлого, способен свое эго направить в правильное русло. Допустим, что нам в этом мире предвещает успех или удачу? То есть, если с точки зрения атеизма, то Земля находится под влиянием просто случайности. Какая-нибудь, в любой момент может прилететь какая-нибудь большая планета, столкнуться с Землей, и Земля будет разрушена в считанные секунды. Вот. С точки зрения просто атеизма, что происходит. Но с точки зрения религиозного знания или духовного знания, все находится под контролем высших сил. Мы так думаем. То есть, есть два варианта мышления. Один вариант — это все хаос, а другой вариант — это есть контроль. Все происходит позакономерно в этом мире. Конечно, что-то разрушается, опять же, по законам Бога, потому что нужно наказание также в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok